Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и я продолжаю свое падение на дно турнирной таблицы турнира А в Moscow Open. Итак, в пятом туре против меня играл еще один шахматист из Бурятии, Алексей Янгутов. Я играю белыми, начинаю, как обычно, ходом коня, и на этот раз в дебюте все получается довольно гладко. Разыграно английское начало, мы быстро занимаем центр фигурами, в общем-то это довольно известная позиция. Сейчас переходит на h4, ну и честно сказать, особо ничего не делая, я получаю белыми такой небольшой, но столький перевес. Мы видим, что белые готовы разменять чернопольных слонов, и в общем-то для дальнейшей игры не нужно было абсолютно ничего изобретать. Просто нужно было поставить ладьи по центру, одну на c1, другую на d1, подкрепить пешку ходом b3 и с оптимизмом смотреть будущее. Такая позиция, безусловно, может быть только в пользу белых, у них постоянно есть прыжок коня на поле d5, например, ну и много других идей. В общем-то перевес белых здесь был бы очевиден, но мне показалось, что черные делают что-то не так, и я захотел немедленно их за это наказать, делая ход конем на g5. В общем-то это, по сути, уже игра на мат. Я хочу второго коня выгрузить на поле d5, согнать коня с f6 и где-то поставить мат на поле h7. Действительно такое чувство, что я играю не в турне, а в Moscow Open, а где-то в детском саду. Ну что ж, лучше всего эту задею опровергает Stockfish, он здесь смело прыгает конем в центре на d4, подставляя его под бой, но вы видите, что белый ферзь вынужден защищать слона, а на взятие на g7 конь с темпом переходит на f5, и в этой позиции уже черные могут претендовать на перевес. Но я играл все-таки не с компьютером, а с живым человеком, и он делает более человеческий ход, отходит конем на h5, тем самым вынуждая размен чернопольных слонов. Ну и здесь, опять же, я имел все шансы получить перевес простым развитием фигур. Одну ладью на c1, другую ладью на d1, пешку на b3, коня можно вернуть в стойло, например, через поле f3, либо в каких-то вариантах, может быть, на e4 он пойдет. И в этом случае небольшой перевес был бы на стороне белых, но уже не такой, как в предыдущем варианте, поскольку все-таки пришлось мне сделать немножко странный ход конем на поле g5. Но меня здесь понесло, на самом деле, вся моя дальнейшая игра связана с просчетом. Я играю с g4, хочу прямой атакой просто завершить эту партию, сгоняю коня на f6, и следует ход конь d5. Но вы понимаете, вся моя мысль нацелена на пункт h7, очень хочется мне добраться до этой пешки. И, в общем-то, главный вариант, ради которого я все это затеял, это был ход h6. То есть я считал, что черные здесь должны играть h6, и здесь я затеял жертву фигуры. Взятие на f6, черные забирают моего коня, и я выгоняю черного короля в центре доски, и потом вскрываю позицию ходом f4. В общем-то, вот ради всего этого я и затевал всю подыдущую игру, и мне казалось, что здесь у белых сильная атака. Я считал всякие варианты, например, взятие на f4, ладья подключаются, ну и в дальнейшем черные бегают королем по всей доске, и в итоге получают мат. Но, к сожалению, глаза мои слепы, и я не видел самого простого хода, это ход e6. Идея просто увести к своему королю в безопасную зону на пункт e7. Ну и здесь у белых абсолютно ничего нет, нет фигуры, нет атаки, и нет никакого будущего. Поэтому нужно было, конечно же, в этой позиции Алексею играть h6, и смело принимать все жертвы фигуры, но вместо этого он делает ход h5, который я тоже пропустил во время партии, но этот ход намного слабее, чем h6. Итак, я тут какое-то время думал над ходом h3, но на самом деле отказался я из-за него, из-за того, что черные могут в наглую побить на g4, и здесь взятие коня на f6 не приводит к мату, поскольку у черных есть темповой ход ладья h8, нападая на ферзя. Вроде бы белым удается сохранить фигуру, но после хода f6 мы с вами видим, что белые кони попали в капкан, оба они завязаны, белые полностью разрушили свой королевский флаг, ну и на самом деле опять же большой перевес здесь на стороне черных. Поэтому, слава богу, я отказался от этой авантюрной затеи и просто побил пешку на h5. Черные забирают конем на h5, ну и в этой позиции я долго думал, какой ладьей пойти на поле d1, и в итоге выбрал не ту ладью, я пошел ладьей f, и потом всю партию корил себя за то, что на d1 пошла не ладья с поля a1. Но на самом деле от этого хода я отказался под очень банальной причиной, что черные могут пойти ферзем на a5, вот так вот просто напасть на пешку, и мне как-то оказывается неудобно ее защищать. Коня в стойло возвращать не хочется, играть а3 тоже не хочется, поскольку пешка c4 в этом случае хочется сыграть b3, чтобы подкрепить пешку c4, и тогда пешка на а3 окажется опять запроиграна. Но на самом деле это, конечно, не то, чего стоило опасаться. Здесь у меня была возможность и начать резкую атаку на королевском фланге ходом f4, жертвуя пешку, ну и потом, двигая свою пешку вперед, здесь у меня достаточная компенсация. Или второй вариант, можно было играть на позиционную компенсацию, сыграть b4, и на взятие пешки просто сыграть e3. Ну и как минимум у меня здесь в будущем будет повторение ходов, какое-нибудь связанное с нападением на черного ферзя. Но я побоялся отдавать пешку на а2, сыграл ладьей f на d1, и здесь уже черные начинают активную игру, они атакуют пешку c4, я ее защищаю, и ладья идет на h8. И здесь уже я заметил то, что, во-первых, мой ферзь расположен далеко не лучшим образом, он постоянно попадает под нападение черных фигур, и, во-вторых, мои кони немножко провисают, в частности, кони g5 защищен ферзем, и, в общем-то, ферзь тоже чувствует себя не лучшим образом. Поэтому мне здесь хотелось как-то увести свои фигуры обратно, чтобы просто не получить хуже. И я, на самом деле, выбирал здесь между ходом конь e4 и тем ходом, который был сделан в партии. Но ход конь e4 мне не нравился прежде всего тем, что конь перегораживает моему ферзю дорогу на поле d4. То есть, например, черный играет конь f6, мне приходится как-то так вот метаться ферзем по доске. Ну и действительно, в этой позиции перевес был бы на стороне черных, но, тем не менее, нужно было идти именно сюда, поскольку то, как я сыграл в партии, совсем никуда не годится. Итак, я здесь посчитал кое-какие варианты и решил продолжить острую игру ходом f4, сгоняя коня на поле g4. В общем-то, я видел, что черные стремятся на это поле, что конь здесь расположен очень активно, но надеялся на вот такой вот перевод ферзя. Ферзь идет на e1. Черные играют e6. Их идея согнать моего коня с поля d5, и тогда пешка f4 падет, но вместе с этой пешкой падет вся моя позиция на королевском фланге. Но я возлагал свои надежды на ход ферзь c3-шах. И действительно, здесь черным нужно играть очень точно, то есть стоит им куда-то неосторожно отойти, например, на ход король g8. У белых находится взятие ферзем на h8, и мы видим, что я объявляю семейный шах конем, отыгрываю ферзя и получаю выигранную позицию. Если закрываться с каким-то из коней на поле f6, то следует размен на поле f6. И я просто забираю пешку d6, и опять же получаю солидный перевес. Во время партии я считал, что черному лучше всего здесь ответить e5. Но в этом случае, во-первых, мой конь остается в центре доски на поле d5. Ну и я собирался сыграть конь f3, что по сути тоже является зевком. И черные здесь могут неожиданно перейти в мощнейшую контр-игру, побить конем на f4 и на взятие на f4. Видите, что вроде как связка по большой диагонали работает в мою пользу, но черный неожиданно переходит в мощнейшую атаку против моего короля, и мне здесь приходится изобретать единственные ходы, чтобы попусту не проиграть. Вот таким вот образом только удается белым держаться. Вот это абсолютно единственные ходы, которые позволяют белых не развалиться форсированно, но даже в этой позиции легкий перевес был бы на стороне черных. Ну а на самом деле на ход e5 нужно было, видимо, найти взятие на e5, и на взятие коня у меня есть ход e6, взятие на d7, потом h3. Ну и тоже позиция выглядит совершенно сумасшедшей, и движок оценивает ее как равную, но я совершенно не уверен при моей сегодняшней форме, что я бы здесь смог бы устоять. Все-таки у черных очень активные кони, линия h для атаки, и их король находится на много больше безопасности, чем мой. Ну а в партии я, как вы, наверное, уже догадались, пропустил совершенно логичный ход, который почему-то выпал из моего поля зрения. Это ход f6. Вот действительно, маразм крепчал, и глаза мои больше не видят. Сейчас черные просто загораживаются пешкой от шаха, и возобновляют угрозу взятия коня на d5, и соответствующую угрозу взятия пешки f4. Ну здесь я пытаюсь хоть как-то отогнать коней ходом h3, но черных было уже не остановить. Забирают на d5, забирают конем на f4. Издалека я планировал еще взять слоном на d5, но, как вы понимаете, здесь я зеваю вилку конем. Слава богу, такую одноходовую тактику я еще вижу, поэтому приходится защищаться слоном на e2, одновременно на g4. Ну и здесь белые попросту, черные попросту додавливают мою позицию. Грозит взятие на e2. Я пытаюсь защищаться с темпом, все еще надеясь как-то удержать позицию, но черные разменивают моего коня g5, вторгаются ладьей по линии h. Ну здесь вы понимаете, я не хотел отступать слоном на g2, либо как-то защищать слона, поскольку в этом случае черные либо сдваиваются по линии h, либо забирают пешку e3. И я пытаюсь все еще играть в темповые шахматы, нападаю на ладью. Все еще для леи надежды где-то забрать пешку на d5 и как-то удержать эту тяжелую позицию, но здесь Алексей мощнейшую атаку проводит, жертвует качество, ферзь подключается к атаке, но здесь, собственно, выигрывает, наверное, все что угодно. Я здесь долго думал, что может быть защищает ход ладья d2, но тут вы понимаете, что черные просто подключают ладью по линии h, и белым тут никак не устоять. Вот мечутся они королем по всей доске, и в итоге проигрывают. Поэтому я решил все-таки поставить ладью на линии h, чтобы хотя бы отсюда не пришла беда, но беда приходит по центру в этом случае. Приходится мне вставать королем на первый ряд, черные неистово шахуют меня всеми фигурами, король устремляется в центр доски, ну и здесь партия могла бы закончиться красивым матом в центре доски, но я решил постеподтевляться чуть подольше, играю e4, закрываясь от шаха, и это, как вы понимаете, тоже не спасает. Здесь следует ход d4, и на ферзь g3 черный спокойным тихим ходом подводит ладью к атаке, и оказывается, что в этой позиции я попросту не могу защититься от матов с ферзем с поля c2. Если, например, пойти ладья c1, то мат следует уже с поля e2. Вот так вот бесславно я проиграл пятую партию, абсолютно ничего не видел, не считал, во всех вариантах просчитывался, то есть, видимо, это пока что моя самая слабая партия на турнире. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, ставьте свои дизлайки, отписывайтесь от канала, и не смотрите больше моих видео.